Добро пожаловать, мальчишки и девчонки! С вами ваш Невермор, и мы возвращаемся на заснеженный жёсткий запад. Часть вторая. Приближаемся мы к фактории Зика, как и должны для главного квеста. Нам, в общем-то, нужно отправиться в Бумтаун, из которого мы зачем-то вылезли, но вот всё так просто сделать не получилось. Скажи, пожалуйста, Зик или же беженцы из Калакала? Можете ли вы мне помочь? Прямо ухода в факторию мы наткнулись на группу обеспокоенных беженцев. А не помогут ли нам беженцы помочь с экспедицией? Мы собрали беженцев и объяснили им ситуацию. Мы убедили их, что от расчистки прохода выиграют все, и не применули добавить пару слов о еде и тёплом ночлеге, которые мы готовы предоставить тем, кто пожелает взяться за эту работу. Но вы же понимаете, что на фразе «расчистка прохода» у Невера просто просилась гачи-шутка такая мощная, преимущественная, но я сдержался, потому что я культурный. Так, за многие из них согласились на это, и вскоре большинство беженцев собрали свои вещи и ушли в сторону лагеря экспедиции. А нам бы кто рассказал, где это находится, но нам бы давайте перетрем в зиг, а у нас вроде бы динамит чуть-чуть поиздержался. Зато у нас есть денежка, у нас есть много-много денежки, поэтому мы заберем весь динамит и будем с этого очень счастливы, хотя стоило бы забрать динамит, который ещё и в других местах есть. А бинтик, бинтик наш 0 долларов, их почему-то стоят денег. Злые люди, злые люди, не имеющие в душе ничего хорошего. Плюс есть ещё одна прицельная винтовка за 126 баксов. Вы мне напишите, друзья, в комментариях, что Невер, ты вот, тут тупее тебя только звёзды, и то не каждая звезда, понимаете ли, бокса. Но я возьму эту винтовку, просто чтобы было. Итого 20 баксов. Вопрос всех вопросов, мы вообще вылечены или не вылечены, потому что может на 20 баксов краски наличь? А, да, 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 нам ещё нужно подлечить всех очень капитально. У нас картер в состоянии сейчас сдохну. Да и остальные тоже не крашим. Ну, шо ж делать-то, гачи ирландцы, они нас потрепали. Куда нам нужно? Отправляйтесь в лагерь экспедиции. Не туда вы поехали, лошады, у вас ломался GPS. Нам нужно лагерь Ледокол. О, какие люди мощные и быстрые, мы только что были, лагеря не было. А, давайте, чтобы не тратиться, мы потратим наш костёр. У нас есть такая штука, устроим лагерь прямо перед лагерем. Может быть, перетрем, а не с кем нам за жизнь перетереть. Просто отдохнём, скушаем горячей еды, подлечим все свои раны во всех своих пошлых и не очень местах. И прямо в лагерь Ледокол. Долго, наверное, думали над названием. Но по сути-то, по сюжету, им подождать полмесяцка, который вполне могут выдержать все, да, и снег сам рассосётся. Но, тем не менее, у подножия поднялся небольшой городок из палаток. Мы видели мужчин и женщин, работавших на износ в снегу по грудь. Стесняюсь спросить по мужскую, а ли по женскую грудь. Бригадир. Всё в порядке. Почему наши люди носятся, как безголовая курица? О, вы как раз вовремя, говорит главарь экспедиции. Головарь экспедиции. Вообще, глава экспедиции, если вы экспедиции, главарь, то это экспедиция интересная. Но мы собираемся закинуть этот чёртов снег обратно на горы, откуда он и упал. Всем в укрытие, а не проще в сторону там, я не знаю. Бригадир отозвал людей в стороночку, и на перевале воцарилась жуткая тишина. Глянусь, я слышал, как падают снежинки. И тут вся взрывчатка взорвалась. Гром погодился по горам. Мы были все слепы и глухи некоторое время, но после того, как дым рассеялся, мы увидели, что экспедиция удалась. Он сделал это. Проход наконец-то открыт. Теперь мы можем в любое время отправиться в Бумтаун. Я сообщу Соломону Делиру, говорит наш Лазарь Моисеевич, что мы скоро встретимся в Блэк Солт-Сити. Каким образом, не знаем, но можем так можем. Возвращаемся в Бумтаун. Ещё раз. Нет, не задаемся глупым вопросом, зачем мы это делали, зачем мы из Бумтауна. Я понимаю, что по логике нам нужно было расчистить всё, чтобы поехать на поезде. Но что-то мне подсказывает, что мы на поезде ехать не будем. Так, Бумтаун. За время нашего отсутствия, знаете, доктор исчез. То ли съехал, то ли уволился, кто его знает. Этот небольшой городок, основанный около 10 лет назад, да? И уже такие развалины. Помните, Сифон Соломона должен быть спрятан где-то в старой конторе, говорит Лазарь Моисеевич. Ищите то, чего вы раньше никогда не видели. То есть нужно искать честного депутата, что ли? Не слишком-то отдельное описание, говорит Вапить, вот правильно говорит. Стойте, выслышите. Готовы к следующей главе. Ох ты, как это? Внезапно, резко спросили. Вы подошли к концу главы. Как следует подготовьте свой отряд перед тем, как продолжить. Ну, допустим, денег нет, но выдержите, поэтому готовы. Город горит. Я даже стремаюсь спросить, как это возникло, чтобы вы в него заехали и не заметили. Ну, ладно. А в бой пойдут у нас знатоки. Флин, 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 флин. Кого мы давно не брали? Вот просто, кого мы давно не брали, кого мы можем взять? Я думаю, что мы возьмем клалиш для разнообразия, дадим ей хорошую винтовку. Я понимаю, я тупый. Это та же винтовка, что у нее есть. Ну, а я предупреждал. А я предупреждал. Может быть, Биллу дадим? А то его картечь такая себе вообще ни о чем. Дальность десяточка. Эффективная дальность 1-10. Урон пятера, а урон... Не-не-не-не. Мне за дробовичком сравни, пожалуйста. А урон четверо, а урон восьмеро. Ну, давайте Биллу дадим прицельным витойком. И кому-то нужно выдать вот эту вот замечательную книгу. Окей, на брелочек минус 25. Удача, но... Два здоровья за навык. Наверное, тому же Биллу мы ее и дадим. Сказал бы я, потому что нет. Не дадим у него на скорости там мешочек. Лучше мы ему дадим два динамита. А тогда мы дадим вапти нельзя. О, клалежь дадим. Помимо динамита мы еще и книгу дадим. Удача, это такое стреляет, она все равно хорошо. И... Джин Картер. Кроме твоей анальной пробочки, найти еще тоже динамит, бинтик. И кому мы не выдали лечилку? У тебя есть? Вот вапите, вапите. У нас остался голый, найти еще бобы. Огненную воду индейцу не д... Ах, хотя что-то не даем. Индианке даем. Не настолько мы толерантны. Врываемся. Народ, поезд нас ждать не будет. Вы знаете, что делать. Да, садиться на поезд и валить отсюда. Что нам еще делать-то? Вы что, нанимали читель в город? А мы заберем приспособление Делиро и разделимся при первой же возможности. Надеемся, что нас по ходу дела не сожрут. Вот это очень хороший момент. Ради изобретения Соломона стоит рискнуть. Зуб даю, сказал беззубый, да? Окей. А знакомая виселица. Вапите, это места должно быть просто за душу брать. Церквушечку они сожгли. Не мы и ладно. Ну, в целом, вот эта вот игровая идея захода в ту же локацию, где мы были, но немножко с другой стороны, она, в общем-то, даже ничего. Ну что же, пробуем. Ну и что же хочется сказать? Восемь ходов. Карл, восемь ходов нужно добежать до главной площади. Казалось бы, вопрос вообще не вопрос. Остается бояться, что я увидел... О, я увидел сундучочек. Причем, если не ошибаюсь, то дверка, дверка, дверка. Вот тут, скорее всего, будет засада. Ну, я вижу еще один сундучочек, это вообще прелестно. Но в целом, добежать-то не проблема. Проблема будет в том, что там. Проверим еще немножко сундучочки. Здесь только зона рикошета, водонапорная башня, прям ощущаю что-то нехорошее от нее. Пум-пум-пум-пум-пум, почта, почта, сундучочек. И рядом стоящая плантация конопельки замерзла от снега. Груз печаль, трубку мира мы не раскурим. Кстати, на ЖД-санкции у нас ничего нету, 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 нету. Отчетоже, двигаемся нежно, аккуратно и... В основном сплошным перебегом. Так сказать, для начала. Нежно, аккуратно, становясь в полуукрытие, куда-нибудь вот сюда. Выдвигаемся вперед. Не, ну просто не будет же здесь засада прям в самом начале. Это было бы контрпродуктивно. Нам должны дать шанс маленький, но не совсем зафейлить. Плюс для меня стало откровением, что вот-вот-вот-вот эти вот штучки, которые отражают, отражающие поверхность рикошета, они даже портятся. Кто бы мог подумать. Сколько по ним стрелять нужно? Ай да. Заметь, что в заданиях-то только главное задание. А сундучочки-то не отмечены. Есть ощущение, что... Некий обман. Так, СВ опять тянул, однородненько. А, нет, видим одного. Сидит в засаде, думает, его не видно. Скорее всего, не один. Один ход. Торжественно начальный. Ждем. Пожалуйста, теневой войн один пошел. Черное сердце. Вот это вообще было очень сильно нехорошо. Не тронь моего картера. А то, знаете, сглаз порча, порча сглаз. Накладет там, по-моему, полные карманы цыганского проклятия. Картер. Стартуем красиво. Добить еще красивее не получится, но это им займется кто-то из наших. Билли, мы тебе дали новую винтовку. Ты должен оправдывать. Ты просто обязан оправдывать. Но Билли не оправдал. Кто-то мог подумать. Вапите. Да, завапите, я согласен. Немножко туплю, потому что не рассчитываю его... Одну звездочку за ход. То есть, по факту, многих он может добивать, и я это просто забываю. А че видим... О, обновилось задание. Возьмите выпивку... Немного выпивки из салуна. Чему немного? У меня просто вопрос такой, почему немного? Вот хозяин салуна лежит, ему уже, видно, не понадобится вообще ничего не в жизни. Чему немного? Можно взять все. Так, до верхнего добегаем. Тут черное сердце. Его нужно чуть-чуть преднакоцать. Задача убить два черных сердца. Но их оба нужно изначально чуть-чуть подколошмазить. Ну, придется тратить динамит. Как бы это ни было грустно, картер высоко бросаешь. А, высоко, но плохо. Ха, да еще... О, там полздания должно было лечь, но... Такая, знаете, рабочая тактика. Да еще нет. А сколько тебе ходов нужно? О, тебе двойка нужна. Слушай, ты сразу-то не сказал, родной, давай. Ты же вполне можешь его заминусовать. Переключись на нужную цель. Вот это твоя цель. Хотя там, наверное, тройка нужна была. Ой, протупил, протупил, протупил. Не, все окей. Все окей, не протупил. А веб-те добиваем. Коронный похорон... О, правильно, коронный похоронный по яйцам. И чтоб не мучился по горлу. Клалиш. Вопрос всех вопросов. Здесь полтос, и здесь полтос. Скажи, женщина, зачем мы тебе давали винтовку в руки? Ну, на минуточку просто. И здесь тоже полтос, серьезно. Вот ты его видишь за маленьким-маленьким заборчиком. Какой в звезду полтос. Вот не добил же сейчас женщина его, и будет нам обидно и больно. Ибо все не добито, и он отсосет у нас. А нет, 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 нет. А рано я на него начал ругаться. А мог бы пен доля дать. Но не дал. А окей. Теневой воин. Мы к нему или он к нам? Лучше он к нам. А веб-те пока возьмет, что-то в сундучке лежит. Хотя, господи, ну что я делаю? Я, индейцы, даю огненную воду. Зачем, главное, почему? Наверное, не будем долго сильно заморачиваться. Вот вижу здесь проходик через кладовочку, мы туда и пойдем. Пускай они за нами сами гоняются. Ох ты ж, мать, а тут была засада. Нашего веб-те зажимают гачи-индейцы в клозете. В смысле, кладовки Гарри Путера. Нехорошо так зажимают, почти как в мэме. Два-пяти. А динамита-то нету. А бесявости-то тоже нету. Здесь двойка. Здесь двойка, за которую ты никого не добиваешь. А, здесь даже я правильно считаю. Придется ему немножко повременить отступить. И да, Клалиш, я понял, ты супер бесполезная женщина. Я сделаю это. Картер. Я даже не спрашиваю, почему вот это дает всего 50% укрытия. То есть целых 50% укрытия. Просто подойди, просто навали. Билли, в тебя я лично верю. Вот, Билли, молодец. Где угодно, любая работа. Хоть на жёстком западе, хоть в гачо-данжене. Никаких осечек. Да, на почту, скорее всего, не зайдём. Здесь ещё один. Тут вообще непонятно что. О, вапите, вапите, вапите. Как же с тобой грустно там. А если ты будешь стрелять из пистоля? С шансом 75 ты можешь его убить за два выстрела. У тебя нет два выстрела. Так что, пожалуй, вапите, ты просто отступи. Заблокируй своим мощным задом проход. Чтобы как у Гэндальфа Юшел над пас. Остальные тебя поддержат. Он принял взад за команду. Дважды. Потому что вапите красавчик. Пустый красавчик, потому что трижды. Что за тело здесь теневой воин? Ему просто по индейскому радио рассказали про вапите. И он такой, давайте я здесь поучаствую. Ну что, дружочек. У тебя большие-пребольшие проблемы. Начнём с того, что у тебя переломаны ноги. На целый один ход. А может ли ты выстрелить? Вот в чём вопрос. Может, на шанс 25. Ах, хорошо. Ремонтируй свои ножки. И опять беги по дорожке. С шансом 25, да вы сделаете? Как всё грустно-то у тебя вапите, слушайте. Фестиваль не задался прям сразу. Если мы сделаем красиво, если мы сделаем динамит. Картер, расскажу, у тебя есть динамит? Нет, у картера нет динамита, он ещё далеко находится. Хотя он может покоться сразу двоих. Подготовить, так сказать. Для разработки. Вапите. Теперь-то ты можешь. Странно, что он не добегает сюда. Ну да ладно. Не добегаешь и не добегаешь. Внимательно считаем. Два. Надо добить. Один. Он поглумился, так поглумился. За всё хорошее против всего плохого. Это он за то, что вы с ним сделали. Не гудя им. Один. Два. И вы не поверите, но ваши индейцы закончились. Нет, где-то на улице, конечно, ещё один оставался. Что, серьёзно? То есть ты можешь даже добежать и навалять ему? Вот это прям силён. Тем более, что он сдохнет на следующем ходу. А, клалишь. Как насчёт маленького рикошета? Нет. Нет, нет. Тогда нежно движемся в тот же клозет. У нас остаётся внезапно всего пять ходов. Мы очень сильно задержались здесь. А карта задачка та же задачка. Там же в смысле ты не добегаешь. Убили. Могли бы даже его выдвинуть и посмотреть, что там находится. А я уже вижу, что там находится. Правильно? Чёрное сердце. Так и сломал. Так и сломал. Вопьте ногу. Плюс ещё одно чёрное сердце. Грустно становится, друзья мои. Очень сильно грустно. Нет, диамет, конечно, и есть. А ещё есть четыре хода. Нам добег вот сюда. Мы вот просто случайно на минуточку в окошко не увидим, что там на площади находится, чтобы не выбегать туда. Нет? Нет, окошко не считается. Вопьте. Здоровье починить можно, кости нет. Кости сломаны на целый один ход. Значит, все отправляются без него. Лалер задача та же. А нет, здесь её видно. Здесь её видно, а здесь её не видно. Хотя бы добежать до нужного места и посмотреть, что там вообще есть такого. И есть ли смысл напрягаться. Да, где что-то в тени динамит, когда он так нужён. Или пулемёт. Боже, нам было брать пулемёт. Продать всё своё оружие и взять пулемёт. В смысле сглаз? А, ну да, сглаз же бьёт по площади. Минус удачи, минус всё хорошее. Но, по крайней мере, он не видит, где он конкретно находится. И мы сделаем интересно. Выходит Билли. Внимательно смотрит на это всё. Давайте даже по одному ходу. Может, ему далеко не придётся идти. Да, 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 да. Нам принесли благовую весть. Нужно очистить главную площадь от теневых танцоров. 0 из 4. А вопрос, засчитаны ли теневые танцоры вот эти вот? Нет. Зелёные черепухи нет, значит, не засчитаны. Туда выбегут ещё теневые танцоры. Поэтому прячемся, хуваемся. Не верю я в это ваше нехорошее. Лали, вот это тебя добивают, да? У нас же есть второй этаж, слушайте. Да, у нас есть второй этаж, с которого многое видать. А её не видать. Лалишь сюда. Если чё, динамитом накроешь сверху. Джин Картер. Вот прям уверен, что попадёт. Зараза, вот немножко вдум здесь не в дугу просто. Теоретически здесь его не видно. Не видно же, не видно, хорошо. Совсем же не видно. Зараза, видно его здесь. Нас жестоко обманули. Вот здесь вроде не видно. Зараза, всё равно видно. Подождите-ка, подождите-ка. Вот вопрос про Виндиго здесь как-то совсем не актуален. Про Виндиго нас не предупреждали. Теневой воин. Это черепуха. Это наш клиент. Теневой воин, это тоже наш клиент. Да, Виндиго несколько меняет парадигму. Интересно, насколько далеко они бегают. Насколько сильно они. Картером коснули немощно, поэтому не считается. 0,4 шанс, 75. Из винтовки. Нет. А если мы добьём тупо ближнее? И давить тоже не добьём. А если вот так? Билли. Билли, 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 билли. Насколько ты видишь. А ну втушься, Билли. Хотя стоп, Билли, у тебя же есть динамит. У тебя же есть динамит. Это просто великолепно. Минус 2. Следующим у нас идёт Клалиш. Вот. Снайпер на снайперской позиции. Это просто прелестно. Соточка. Главное, чтобы в Виндиго не сосали точно так же, как-то сосуд теневые танцора. Ну и ваппи. Билли, да? Странно. Смыхни, пожалуй. Мы посмотрим, насколько это действует. На одного контакт зашёл, на второго контакт не особо зашёл. На третьего, слава богу, тоже нет. Не, ну если задуматься, то не такие уже те ваши Виндиго и мощные. Есть моменты, конечно, да, но... Гораздо терпимее, чем могло бы быть. Вапите, дружочек, ты можешь... Чтобы тебя было не видать. Не самая лучшая позиция, ему потом спускаться нужно будет, но всё равно. По крайней мере, отсюда сотенный выстрел делается. Да, какие-то рахитоидные Виндиго. В смысле жажда крови? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я вот прям ощущаю, что у него сейчас будет тройной уход. Попадание в Билли. Нищетово, что называется. Говорите, динамит у вас оставался, да? Контакт номер один. Контакт номер два. Картер. Вообще, в каком состоянии вапите у нас может их добить? Прелестно. Можно было обойтись без криков. Что интересно, Виндиго... А, вот-вот-вот, Виндиго не засчитывается у нас. Есть ещё два чёрных сосателя. А чё-то побери. Да не совсем то сделал, что хотел сделать. Хотел его ударить пару раз. Не зашло, не срослось. Билли. Если из винтовки чётненько вдыхло ему, то будет ли у нас кому его добить? Не, не будет. Вот в чём грусть печали. Не будет ему кого добить. Да, печально, но придётся потратить динамит и закончить жизнь этого несчастного чудовища. Я понимаю, что завершая главный квест таким образом, мы теряем многое. Особенно карточки. Но, собственно, такой квест ещё не завершился. Очистите главную площадь теневых танцоров и заберите сифон де Лира и сейфа шерифа Ричи. О, мы успеем ещё везде. При большом человеческом желании мы сможем сделать вообще все квесты. Вапите, вапите, вапите. Где ж тебя будет не видно там? А ну, заховайся под лестницей. Может, отсюда тебя не достанут. А что такое? А что случилось? Не видно нас, да? Какая беда, печаль. Клали, шанс 25 отсюда, 50 отсюда. Отсюда тоже 50. Как? Для начала выставим правильную позицию. На дна здесь. Дальнобойный картер присоединяется к ней вот здесь, вот. Ну, можно было по внутренней лестнице, конечно, но чем бы дитя не тешилось. Билли, 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 билли. Билли, 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 бон. А что здесь? Для вапите задачка со звездочкой. Пока все занимаются полезно, вапите воруют. Или не воруют, что не добегаешь вапите? Ну, что такое? Купите лекарства в аптеке. Вот, вот, вот это вот было очень даже к месту. Если он останется живой, это будет просто прелестно. Его как раз-таки нужно подлечить. Ох, ты ж, боже, я про порчу забыл. Сгласно, три хода. Да, родной. Купить лекарства в аптеке цель достигнута, но лекарства не достигнута. Заметьте. Никоим волшебным образом. Так, ну что же. Проверяем все хорошее против всего плохого. Лалюш. Не вижу, да? Картер, вы вроде бы на одной линии должны... Ах, ты ж, зараза. Ну, Картер, ну почему у тебя такой короткий? Скажи. Тебе не хватает буквально вот маленького обрезочка. Но мы не будем вдаваться в антисемитские шутки. Рискованно, но... Билли. Выход с оточкой. Это подставляется, конечно, жутко Билли. У него этот Гатт отцесет всю жизнь, если мы не сделаем. Ну, допустим, выход с оточкой. Ну, и теперь, как мы понимаем, все лежит на клалеже. Клалежь, ты понимаешь, что тебя просто проклянут все, кто только можно и нельзя. Я. Ева. Не зафейлила. Молодец. Все, слушайте, я появилась мысль вернуться на главпочтамт и забрать сундучок еще и там. Просто на минуточку ни о чем. А, плюс у нее восстановилась жезла. Может, это добежит куда-нибудь? Или нет, стой там же. Стой там же, может, этот Гатт на сам выйдет. Что требовалось доказать. Моперская винточка. Не попадем бы. Проклятие все еще лежит. Проклятие все еще лежит. Один ход. А рискнем. Плохонько рискнули. Плохонько, согласен. Картер. Все еще короткий. Что ж ты, Картер, такой короткоствол? Добежать не добежишь, сделать ничего не сделаешь. С того же Билли и то больше пользу. Билли. Ты же у нас не проклят и у нас не проклят. Ты можешь попасть, ты можешь попасть. Прям похребти ему году. Ах, Билли, Билли, Билли. Ну, ты же мог. Ты мог сделать это красиво. Раз уж никто не попал, то в аппете тоже замирает. Ну, правильно, порчи. Они так косорокие-косоглазые, хуже уже не будут. В смысле ты от в аппете ушел? Вот такого уговора у нас не было. У нас там вдруг, честным случаем, динамита ни у кого не завалилась. Как-то не обидно, но нет. Окей. Окей. Окей, окей, окей. Ему нас не видно, Картр, а ты не можешь подняться, снежка, повыше. Попытаемся обложить гадам. Билли, 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 билли. И билли сюда же. Клалишь пока что держит позицию, а то мало ли. Хотя, подожди, клалишь, слушайте, а вот лампу видишь? Не видишь. Плохо. Ставить боятся? Плюс один клиент замечен был. Там вообще нехорошо. А я говорил, что... Да, вон. Его ноги видно. Я говорил, что водонапорная башня до добра не доведет. Говорил. Картр. Как можно быть таким краткостволом, Картр? Перед людьми стыдно за тебя. Контакт номер один есть. Контакт номер два. Есть. Клалишь. Удиви меня. Я не удивлен. Клалишь, ты у нас сегодня в роли Аквы из Канасуба. А потому сделаю доброе дело. Метнись на почту, забери там ту ссылочку. Клалишь, чтобы тебя нигде не заметили, особенно с водонапорной башней. Ну и вообще, настал твой звездный час. Ты можешь, я в тебя верю. И... Такое себя достижение. А здесь у нас ничего нету? Маловато. Киндези. Двигаемся дальше. Да, индейский снайпер просто в шоке. Выбежал какое-то тело. Перед ними впряталось домик. При полной своей феерической наглости ты добегаешь, ты не добегаешь. Ты могла бы, но ты не добегаешь. Два хода. И два на возвращение. Картер со снайпой. Ну и Билли, который тоже никого не видит. Билли, а ты, наверное, не, но они тебя заметят. Они тебя явно заметят. А тихарись пока что здесь же со своими боевыми братьями. у них даже подписаны вывески висят. Что-то написано Trading Store. Торговый магазин. Будто бывает другой магазин, не торговый. Так, лапите, что стоим, кого ждем? Или они активизировались? Нет, слушай, они активизировались. У них появились нездоровые желания. Возьмите оружие из офиса ш... А, это даже не почта. А если это не почта, кочу... Не, ну да, never лупится в глаза. Я понимаю, что тюремная камера подразумевает, что это не почта. Кто мог знать? Кто мог знать? Хм. Интересно, у его сосательной обилки есть дальность? Будем надеяться, что нет. Идись, кампак. Или... Вот ты точно не дострелишь. И дверь открывать жутко опасно. Даже река Шетам. Стой на месте. Вапе тебе сагон тоже не устроит. Да, 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 слушайте. У сосательной обилки и есть дальность. То есть, на такой дальности он соснуть не может. Ого. Это был его полный фейл. Но тут, как в Скайриме. Второй такой стоит, наверное, показалось. били-били-били-били-били-били. А давай-ка ты поближе подгребешь. Странно, ашафот не считается за укрытием. вапите. Вапите, задачка, наверное, та же. Били начнет, ты его заполируешь. Уклалишь, конечно, самая интересная будет история в этом прохождении. Когда-нибудь внуки ее спросят, бабушка, что ты делала, когда наши защищали город Бумтаун? А я лутала полицейский участок с внученьки моей. Так, есть контакт, есть контакт. Золотой контакт. Так, били. Че, как? Че, не попадаем? В смысле, ты его не видишь? Ты его видишь? О, есть. И финальная на туго и он его сделал. В аппетит, че найдешься твое? Так, склады. Сундучка точно что? За помещение. Че, че за кунсткамер? У них в колбах тела какие-то. Я начинаю задумываться, почему этот город так пострадал. Возможно, идеи о чем-то были правы. Гробовщик. Названия нету? Смотри, стремный магазин, даже названия нету. Так, заберите что-то из сейфа. Вот он, сейф. На втором этаже вообще никто не живет. Паутина на стенах. Там творились какие-то странные ритуалы. не дай бог, этот говнюк бросит нас. Они у нас на хвосте. Ну, прям так бегут, так бегут, аж потыкаются. И поезд супербыстрый. Слава богу, все целы. Боже, наконец-то мы покинули эту дыру. Вот знаете, я поржал бы в голосе, но если бы у них за машиниста опять мамона был. Но нет. Убили всех, кого могли. Сделали все до задания. Получили десяточку пик. И дверцу от печки. Увеситая чугунная плита, позаимствованная у печи. Неплохо защищает, но привлекает к себе внимание. Такая маленькая отсылочка на назад будущее, часть третья. А чё это такое? Аптечка, многоразовый предмет, куча всякого для остановки кровотечения, правления костей и приведения в чувство. Хватит на много перестрелок. Лечит всё и добавляет очки здоровья. Я так понимаю, что это очень удобная вещь. Виски. Ящик, шесть штук. А, ну это то, что мы облутали. Где оружие, спрашивается? Печная дверь, конечно, оружие, но не то, что хотелось бы. Несмотря на то, что нам удалось сесть на последний поезд дают, у нас не было много времени, чтобы перевести дух. Тимовые танцоры всё ещё охотятся за нами. Мы перезарядили ружья, вытерли рожи от крови и пота и приготовили защищать поезд. Я полагаю, нет покоя нечестивым. Это какой-то двойной бой, боже, что мы. А, наверное, мы в апте с ними что-то мне подсказывают на минуточку, что на поезде с него будет мало толку. Хотя, 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 нет, мы его не снимем, мы ему дадим излечаху и сцеляху. Клалишь сама по себе неплоха. В остальном все так даже ничего. Билли возьми бухла, возьми бинтик. Карта чё как тоже возьми бухла. И... Да и в апте тоже заслужил. Прямо скажем заслужил. В этот раз мы про карты не забудем. А что есть у в апте? Дикий забег. Даёт ещё и шок. Аж пиликнуло, какой шок будет? Требуется хотя бы флэш. Я если убили. У него тоже неплохая убойная очечка. Требуется хотя бы флхаус. Можем ли мы натащить флхаус? Теоретически можем, но придётся обнулять многих других. Или даже не придётся. Три девятки. Это ещё не флхаус, но уже близко. И у той же флинн мы можем забрать две десяточки. Если я не ошибаюсь, то да, вот он наш полхаус. для следующей требуется пять в своём роде. Не то, чтобы не могли бы, но нет. Джин. Джин, дин, 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 дин. Требуется хотя бы стрит. Стрит-то немножко сложнее. Тем более, что у нас есть на стрит. Король дома есть. Валет, допустим, мы могли бы снять у того же ва-пяти. у него их всё равно трое. Десятка и лишние девятки-то у нас нету. Нет, стрит-то у нас не получится. А тогда кто-нибудь вопить ещё нужно. Флэш. Флэш мы не соберём. Опять одной масти у нас просто тупо нету. Деваха. У тебя ещё ничего нету. Требуется две пары. Одну пару без звезды. Вот просто хоть сейчас. Две пары это уже сложнее. Поэтому и будь счастлива, что у тебя повысилось здоровье и удача. Врываемся. А вот он наш паровозик. Летит на всех парах по заснеженной равнине. А вон они. Лишенцы, которые за нами гонятся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Шесть раз запомнили. Если будет больше, я вам это припомню. Дневые танцоры не сдаются одним картером? Любопытно. Неужели они тоже охотятся за неманической аурой? Может быть, но они ничего не получат. Я могу разве что с венцом поделиться. Вот прям стоило брать пулемет. Стоило брать пулемет, и мы бы их порешали на раз, два, три. Хотя понятное дело, что мы их и так порешаем, друзья, но уже в следующем эпизоде. Ибо время мы пережали, а растягивать на два часа эпизод просто не хочется. Поэтому не забываем про нашу Дискорд, Телеграм, Вконтакт, ссылочки под видео в описании. Окажите всем удачи и всем до встречи. Увидимся немножко попозже.